МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Михайловская казематированная береговая батарея отметила 175-й юбилей. В честь знаменательной даты в музейном комплексе подготовили большую программу. Для гостей прошел праздничный концерт, во время которого выступили творческие коллективы нашего города. На площадке у музея работали разнообразные мастер-классы и выставки. Внутри на суд горожан были представлены новые экспозиции. Многолетняя история Михайловской батареи неразрывно связана с историей легендарного Севастополя. Знаменитое фортификационное сооружение вместе с городом-героем пережило две обороны – освобождение Севастополя и Великую Победу. В честь 175-летнего юбилея на территории музейного комплекса прошли праздничные мероприятия. Построенная в далеком 1846 году, казематированная батарея стала неотъемлемой частью города русских моряков. Впитав в себя все подвиги и славу легендарных защитников севастопольских бастионов. Это невозможно забыть никогда. И я уверена, что память об этих событиях будет храниться в сердцах наших потоков еще многие сотни лет. В день 175-летия посетители музея ждали мастер-классы, праздничный концерт, новые выставки, а также реконструкция сражения за освобождение Севастополя в 1944 году. Сотрудники и руководство музея тщательно готовились к торжественной дате. 175 лет – это очень большая дата и для Севастополя, и для нашего музея. Мы к этой дате готовились не один день, и не один месяц. Начали готовиться по нормальному, более-менее, с прошлого года. Особый интерес у гостей батареи вызвала локация с изготовлением настоящих оловянных солдатиков. Изготавливаем оловянных солдатиков. Вот в данный момент уже только что произошла заливка. Через 5 минут вот получается такая фигура. Можно посмотреть. Сейчас будем его обрабатывать. Верхняя часть называется литник. Надо ее будет удалить с помощью кусачек. Берем правой рукой и вот так вот прям откусываешь. Держу. Лучше двумя руками. Так, хорошо. И сейчас это место заусениться остается. Берем вот такой надфиль потоньше и начинаешь вот так вот подпиливать, чтобы полностью его удалить. Поняла? Держи. Вот весь процесс занимает примерно 12 минут. Гости Михайловской батареи и севастопольцы, и приехавшие в город туристы, остались довольны праздником. Отличный праздник. Нам все очень понравилось. Реконструкция боя и автомобили. Все чудесно. Желаем дальнейшего процветания Михайловской батареи. Второй раз в Севастополе понравился праздник. Первый раз участвовал, присутствовал на таком празднике. Понравилось. Все очень хорошо. Спасибо за праздник. Это грандиозное событие. Большой юбилей. Мы поздравляем не только жителей Севастополя, но еще и жителей всего полуострова Крыма. Собственно, жителей всей России. Потому что за каждой историей, которая сегодня здесь была озвучена в творческом плане и лицами административными, стоит история страны на протяжении многих тысячелетий. Это история героизма, история подвига. Во имя того, чтобы мы сейчас в 21 веке наблюдали голубое небо, мирное море. Ну и, собственно, чтобы наши дети росли в счастливой, большой стране. Во время торжественной части провели интересную церемонию. На хранение в музей заложили капсулу памяти с письмом, в котором свои мысли для потомков оставили первые лица города и рядовые севастопольцы. Вскроют послание спустя четверть века на праздновании 200-летия знаменитой Михайловской батареи. Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, Северный Форумбюро. Ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Павловскому исполнилось 99 лет. Воскресным утром 3 октября с оркестром, цветами и подарками к нему приехали гости. Сенатор Российской Федерации Сергей Колбин, общественники и юнормейцы говорили теплые слова и желали крепкого здоровья. Настоящий, действительный ветеран Великой Отечественной войны. Обратились к людям, которым небезразлично судьба ветеранов, судьба пенсионеров. И все незамедлительно приняли решение приехать и поздравить его. Поэтому наша была всего лишь инициатива, а добрые пожелания людей вы сами сегодня видели. Мы будем поддерживать то, что хочет Геннадий Андреевич. Мы ему обещали, когда мы его нашли, мы ему обещали, что мы его будем поддерживать на всех порах, в то, что он желает. Мы выполняем любые желания, потому что таких людей, как Геннадий Андреевич, очень мало осталось. Мы благодарны правительству города Севастополя в лице губернатора Михаила Владимировна, потому что тоже они нам помогают, мы к ним обратились. С 99-м днем рождения ветерана пришли поздравить юнормейцы. Ребята зачитали стихи имениннику. От радости у Геннадия Петровича на глазах выступили слезы. Я просто наполнен радостью, как говорится, что я не один в этот день, что хорошие люди пришли и меня подбудрили, и все, чтобы я не спешил туда. Гостей Геннадий Павловский пригласил на свой следующий день рождения, чтобы в таком же теплом кругу отметить вековой юбилей. На террасах в Форосе крымские студенты собирают урожай оливы. Субтропические деревья в этой местности высадили лаборанты Центра опережающего научно-технологического развития. Подразделение работает в составе Крымского федерального университета имени Вернадского. Задача специалистов – культивировать субтропические культуры на территории полуострова и вывести новые сорта. В этой роще произрастает 173 дерева оливы. Сейчас студенты и волонтеры собирают первый урожай этого года. Плоты пойдут на производство оливкового масла. Опытная площадка расположена в Форосе. Специалисты Центра опережающего научно-технологического развития при Крымском федеральном университете говорят, что климат в этом месте лучше всего подходит для выращивания субтропического дерева. Из всех зон, где можно было бы культивировать оливку в открытом грунте – это именно Форос. Поскольку климатические условия здесь наиболее подходящие для нее. То есть зима не такая холодная, морозы не так сильно наступают, не так сильно промораживают почву. Поэтому оливка, поскольку она не морозоустойчива, для нее это основной фактор для ее культивации, чтобы не было сильно холодно. Первые саженцы оливы появились в этом месте еще в 2009 году. Специалисты также выращивают экзотические плоды в теплицах Центра. Территория принадлежит Крымскому федеральному университету. На ее базе мы культивируем оливку, культивируем субтропические культуры, занимаемся их развитием, их усовершенствованием и дальнейшее выведение культурных интересных форм, сортов, которые перспективны на данный момент. У нас есть гранат, у нас есть инжир, у нас есть зизифус и у нас есть хурма. В планах еще попробовать актинидию. В первый день на уборку урожая вышли студенты Крымского федерального университета имени Вернадского. Перед работой ребята послушали подробный инструктаж. Олива требует бережного отношения. Сбор происходит очень аккуратно, поскольку плоды во время созревания, они очень, скажем так, хрупкие. То есть главное не их сильно повредить. Срыв делаем с плодом ножки аккуратно, то есть не дергаем, не срываем ничего. Когда плод начинает спеть, он сам очень хорошо отделяется. Приехала, я вам скажу больше, я приехала сюда после Тимирязьской академии учиться. И как студент, прошедший бакалавриат в Москве, могу сказать, что здесь вообще огромная площадка для приобретения новых знаний, умений, которая очень-очень ценна. До этого я не имела вообще представления ни как готовить масло из оливы, ни как ее собирать, ни как вообще она произрастает и как выглядит. Первый урожай пойдет на производство масла, и лаборанты проверят его качество. Одна из задач центра – культивировать оливу, приспособить ее к условиям жизни на полуострове, чтобы в будущем у селекционеров была возможность выращивать для личных целей свои деревья. Собирать плоды в Форосе будут два дня, а за это время ожидают урожай в пределах 200 килограммов. Это примерно 15 литров оливкового масла. Начинающие виноделы из СевГУ впервые выехали на виноградники собирать урожай. Студенты первого курса направления виноградарства спустя месяц учебы уже начали познавать азы профессии на практике. На одном из севастопольских участков они научились управляться секатором и познали искусство обращения с созревшими гроздьями солнечных ягод. С помощью острого секатора ребята срезают гроздья виноградотехнических сортов. На севастопольских винодельческих предприятиях во всю идет сбор поспешего урожая. А у студентов СевГУ направления виноградарства началась практика в полях. У нас кафедра достаточно молодая, направление подготовки молодое. Всего лишь три курса. Это ребята работают первого курса. У них первое практическое занятие в поле по сборке урожая. В следующем году мы пересмотрим свои учебные планы, график учебного процесса. И у нас будет полностью сетябрь выделен для прохождения практики на хозяйстве, на делическом предприятии. Заведующий кафедрой отмечает, что в Крыму профессия винодела очень востребована. На предприятие требуются молодые специалисты. Это, так сказать, развивающаяся отрасль, определенно развивающаяся. Много появляется хозяйств новых, как, так сказать, частных хозяйств. Поэтому требуются специалисты, ну и требуют студентов на практику, действительно. Поэтому мы вот стараемся помочь хозяйствам по мере своих сил. Четыре года бакалавриат у них, соответственно, и еще два года могут поступить в магистратуру на управление винодельским хозяйством или предприятием. Постигать профессию винодела в Севастополь приехали ребята из разных городов России. Студентов привлекло обилие качественных виноградников и возможность развития собственного дела. Именно виноделие, то есть продажа вина, так сказать, реализация. Именно на северном Казахстане виноград не растет, на южном растет. Но там вроде некачественный, насколько мне известно. Думаю, скорее всего, здесь. Приехал сюда, потому что, ну, профессия хорошая, во-первых. Во-вторых, у него довольно хорошее будущее, много перспектив. Как минимум, потому что я стану не только иноделом, садоводом. Это многому где может пригодиться. Пока позволяет погода, студенты трудятся с раннего утра и до обеда. В течение следующей недели виноградники поседят второй, третий и четвертый курс Севастопольского государственного университета. В арт-отеле «Украина» открылась выставка омского фотохудожника Олега Деркунского, который является победителем многих фотоконкурсов у себя на родине. Крым фотограф посещал с раннего детства, а его близкое знакомство с Севастополем произошло семь лет назад. Мы наконец-то, когда Крым стал наш, как говорят, сейчас теперь говорят так, мы поехали, были на пленэре, ну, в Сеодосии, и поехали на экскурсию специально, взяли, поехали в Севастополь. Ну, а потом уже, потом уже мы сами приехали, взяли автомобиль, поехали кататься по Крыму, заезжали в Севастополь. С 2017 года Олег Деркунский ежегодно принимает участие в традиционном севастопольском пленэре. Во время его проведения и открылась персональная выставка фотографа. Подавляющее большинство представленных в экспозиции работ – это особый взгляд фотохудожника на самые известные места Севастополя. Ну, например, Херсонес, потрясающий совершенно такой кусок города. Жалко, конечно, что его превратили сейчас неизвестно во что, там какой-то тротуар постелили, и это совершенно все, мне кажется, вся вот эта прелесть средневековая, даже досредневековая, она куда-то исчезла. На выставке также представлено несколько работ, сделанных фотографом в Судаке, еще в советское время. Это вообще в 1984 году было сделано. Ну, исходники. Кстати, сменой 8. Вот с нее потом и все отсканировано, сделано. Все, естественно, на компьютере это обработано. Выставка Олега Деркунского развернута на третьем этаже арт-отеля «Украина». Посетить ее можно до 12 октября. Вход свободный. Будто из сказки. Севастопольская мастерица выращивает цветы с человеческий рост. Гигантские розы и пионы не увядают спустя годы. Делаются они из разных материалов – изолона, фоамирана, гофрированной бумаги. Ростовая флористика сказочно, красива и эффектна, а главное – популярна. Когда я делаю какой-то новый цветок сама, я покупаю живой цветок. И его беру пинцетом и каждый лепесток отсоединяю. Как врач, я не знаю, отсоединяю каждый лепесточек, складываю и смотрю, из чего он состоит. Пестики, тычинки, какие маленькие листочки, лепесточки, сколько их, как это все протонировано, как цветок идет, покрашен природой. И пытаюсь повторить это. Работы Яны впечатляют. Когда видишь готовые композиции, захватывает дух. Несколько лет назад девушку вдохновили работы декоратора из Санкт-Петербурга. На просторах интернета Яна увидела необыкновенной красоты пион. Он пушистый, он самый крутой и до сих пор. Уже прошло, наверное, года четыре точно. И он остается просто в топе пионов в ростовой флористике. Пионы сделаны из итальянской гофрированной бумаги. За три года Яна создала около 120 цветков. Они прекрасный декор и изюминка любого торжества. Детские праздники, корпоративы, дни рождения. Все вызывает интерес и желание созидать. Часто волшебные пионы становились подарками, украшали детские сады. Я сейчас делаю абсолютно разный уже декор. И я уже, в принципе, не делаю эти пионы, потому что все-таки бумага такой материал, который не так долговечен. Как, например, материал фоамиран. Фоамиран – это вспененная резина, и она очень хорошего качества. При нагревании вы можете придавать форму этому материалу. Он не боится ничего. В принципе, ни ветра, ни солнца, ни дождя, ни воды. Ему без разницы. Его можно красиво красить, наносить всякие разные тонны, тонировать. Много чего с ним можно сделать. Волшебные цветы создают ощущение сказки и вызывают неподдельный восторг взрослых и детей. О нюансах создания вечно цветущих и реалистичных шедевров смотрите в новом выпуске программы «Сделано Севастополе. Цветы из сказки». Премьера в четверг, 7 октября, в 19.30. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинфорумбюро. Телефон редакции 59 0060, а также мобильный, плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Продуктивной вам трудовой недели. Продолжение следует...